Всем привет! Рада видеть тебя на моем канале! Меня зовут Настя, и сегодня я хочу поговорить про тренды 2024 года. Скоро весна, все начнут покупать какие-то новинки, что-то новенькое. Я хочу показать самые классные, самые яркие тренды, которые будут весной, летом и осенью. Если тебе интересна эта тема, то подписывайся заранее, ставь лайк. Это очень поможет продвижению канала. И погнали! Для этого мне понадобится Notion. Тут я сделаю небольшую структуру видеоролика, которую хочу вам показать. И первое, с чего мы начнем, это цвет. Цвет с прошлого года еще актуальный. Это красный цвет, красные детали, красные колготки. Мне кажется, уже многие себе купили. Красные какие-то сумки, красные туфли. Например, я мечтаю о красных туфлях Mary Jane. Таких лаковых, знаете, очень красивых. Вот. Также новое сочетание это серый с бордовым, с бордовым таким цветом, с красным таким винным цветом. Сейчас много девушек в инстаграме делают такие образы, где серые штаны, юбка, серые топы. Сверху накидывают бордовые свитера, либо пиджаки. И эти кепки бордовые, обувь, например, Adidas бордовой. То есть, знаете, сочетание серый с бордовым вы можете делать как хотите, но главное, чтобы именно эти два оттенка были в образе. Также актуальны шоколадные оттенки. Мне кажется, шоколадные оттенки на века, потому что они популярны всегда. И если подобрать именно коричневый шоколадный цвет, который вам идет, то эта вещь прослужит вам очень долго. И также голубые оттенки. Голубые оттенки, я имею в виду, часто сейчас популярны голубые рубашки, голубые штаны. Знаете, в сочетании недавно видеообраз, где черный топ, по-моему, джинсы, а нет, голубые штаны и голубая рубашка. Выглядит очень красиво, очень свежо и очень, знаете, так чисто красиво. Дальше перейдем к силуэтам. Приталенные силуэты в этом году прям на пике. Если брать, например, джеки, то это должны быть гипертрофированные плечи. Акцент на талии, например, ремнем, шнурком. Также в магазинах представлено много моделей. Пиджаков уже приталенные. Можно купить большое количество вещей. Сейчас прям акцент на талии. Это пик трендов. И также, если осматривать плечи, тоже гипертрофированные плечи, такие массивные, тоже в моде. Следующие это открытые плечи. Наверное, в инстаграме, в тиктоке мы увидели девушки, которые покупают эти топы с открытыми плечами. Не каждому подойдет этот тренд. Например, мне он не подходит. Поэтому такие топы я себе не покупаю. Просто по типу фигуры. Но если вы хрупкая, у вас, например, небольшие плечи, то это тренд для вас. И мне кажется, делает очень такую девушку хрупкую, красиво открывает, красиво включится. И очень выглядит мило. Дальше мы перейдем к винтажному стилю. Винтажный стиль везде. В одежде, в аксессуарах, в сумках. Я, например, вижу винтажный стиль в верхней одежде. Часто в тиктоке, в инстаграме, в пинтересте. Знаете, такие кожаные куртки-косухи. Просто кожаные куртки винтажные. С таким налетом, небольшим штаном. И также видела такие кожаные с... Знаете, как будто байкерские. Вот. Это все будет безумно актуально. Например, платья какие-то винтажные. И также винтажные украшения. Например, сейчас на меня такие кольца под винтажный стиль. И да много колец. Это выглядит очень красиво. Сейчас также актуальны, знаете, часы винтажные. Вот все в таком стиле. Не нужно, конечно, перебарщивать в этом. Но какие-то детали будет очень классно внедрить в свой гардероб. Мы перейдем к ткани. Первое это деним. Просто можно наносить деним. То-то у денимулки. Но также очень актуальны лоскутки. Например, куртки из лоскутков денима. Штаны из разных лоскутков денима. То есть разных по цвету, текстуре, еще чем-то. Я видела цветок. Он сделан полностью из лоскутков денима разного. И вот это безумно актуально, когда вы топите за экологию. И делаете такие классные, интересные, необычные штуки. Также будет очень актуален леопардовый принт. Леопардовый принт везде. Особенно в штанах. Сейчас это просто взрыв мозга. Все одевают леопардовые штаны. Это прикольно, необычно. Конечно, не каждому подойдет. Но выглядит очень классно. В таких нулевых, мне кажется, годах. Также леопардовые я видела босоножки. Леопардовые береты. Леопардовые сумки. То есть очень классно. И, кстати, недавно я, по-моему, видела Adidas. Тоже в леопардовом принте. Выглядит прям необычненько. Также у нас будет металлический принт. Например, я видела в манго. Это топы, это сумки, это юбки. Также ботинки, обувь. В металлическом таком стиле будет очень актуально. И с металлическими какими-то большими украшениями тоже. И вот сумки. Это вообще круто. Прям круто, круто, круто. Кружевные и прозрачные вещи. Наверное, вы видели кружевные юбки. Прозрачные юбки, понятное дело, с подкладкой. Также кружевные и прозрачные детали. Где-то вставки в одежде. Тоже очень популярно в топах. Знаете, в пиджаках подшивают. То есть очень-очень сейчас набирает этот тренд обороты. Дальше поговорим про цветную кожу. Цветная кожа сейчас тоже заполнила магазины. Это могут быть юбки, это могут быть штаны, это могут быть пиджаки. То есть ботинки. Кстати, в видео очень классные ботинки. Если это, например, кожа будет еще и бордовой, то это будет тренд трендов, когда, например, ботинки бордовые и кожаные. То есть очень классно. Лично я бы посоветовала коричневую кожу, потому что она долго не выходит из моды и всегда остается актуальной. Но если вы хотите быть прям на коне, конечно, бордовая кожа. Сейчас я везде видела тренчи, видела юбки, штаны. То есть прям... А, еще классные туфли видела. Кожаные, знаете, бордовые. Выглядела очень стильно. Также немножко намекаю на следующий тренд. Это перья. Вот у меня такая брошка с перьев есть. Есть на сережках перья, есть на рукавах. Вот это очень популярно. Особенно на пижамах видела. Либо на пижамах, которые выходят на улицу. Тоже перья, знаете, такие уличные пижамы, можно так их назвать. Вот, перья будут очень актуальны. У меня есть... У меня когда-то была сумка из перьев, но она куда-то делась. Вот. Очень грустно. Но вот перья прям очень классный тренд. Мне нравится. Немножко в стиле королев Крика. Дальше перейдем к аксессуарам. Это очки в массивной оправе. Наверное, вы видели такие большие очки в массивной оправе. Могут быть прозрачными, как имиджевые. Могут быть просто солнцезащитные очки. Большой оправе, прям пик-пика. И также прозрачные просто очки. И очки, я их называю очки-секретарши. Вот. Я нашла, как называется этот тренд. Называется офис-кор. Вот. Офис-кор очень популярен. Очки-секретарши, юбка-карандаш, пиджак и блузка. Вы будете сейчас безумно модные. Вот. Сейчас все одевают этот тренд. Мне он не очень нравится, честно скажу. Но вот очки прям безумно красиво. Особенно на видео. Выглядит прям очень красиво и сексуально. Также остается актуальна бандана. В тиктоке многие видели банданы. Я видела в пинтересте. Девают руки и бандану как аксессуар на голову. Также воротники. У меня накладной воротник. Я его делала в Париж. Очень классный. Очень практичный. Можно на каждую одежду одеть. Например, если у вас свитер. Сверху одели этот воротник. И сразу образ выглядит по-новому. Дальше это банты. Да, у меня слышались банты на наушниках. Банты на свитерах. Банты на джинсах. Везде банты. И моя новая хотелка. Это рубашка с бантами из резерв. Такая голубая. Все звезды сошлись. Она голубая. Еще и с бантами. Я прям очень сильно их хочу. Также банты на свитера завязывают. Банты на наушники уже сказала. На сумки. Также на джинсы пришивают. Либо зашивают сюда вот банты разные. Выглядит очень мило и очень стильно. Еще, знаете, банты розовые. Есть очень так прям как будто мармеладка. Следующее, что я уже говорила, это винтажные украшения. Винтажные, например, часы. Это могут быть кольца винтажные. Но вот часы прям на пике. Такие небольшие, квадратненькие. В стиле карте небольшие. Очень на коричневом ремешке. Это вообще прям супер. И мне кажется, в стиле такой old money. Очень практично и очень стильно. Следующее, это микротренд. Такие длинные, высокие перчатки. Они могут быть атласные, прозрачные. Не сильно вижу этот тренд в жизни, потому что это просто-напросто непрактично. Но, например, на каких-то образах. Либо на какой-то выход, например, в оперной. Либо просто на какую-то такую вечеринку. Либо, например, на фотосессию. То очень-очень интересно будет выглядеть. Мы давно уже не одевали длинные перчатки. Мне кажется, только в последнее время короткие. И сейчас опять длинные в моде. Но вот вопрос, куда их одевать, я без понятия, если честно. Можете подсказать в комментариях. Потому что я не до конца уверена, что в жизни это будет нормально выглядеть. Дальше мы перейдем к обуви. Конечно, это красная обувь. Любая красная обувь будет актуальна. Обувь металлическая. Знаете, такие вот туфли с острым носком металлические. Очень актуальны. Чанки-бут. Вообще, прям везде я вижу в тиктоке. Все эти покупают чанки-бут. Также китон-хиллс. Это маленький такой каблучок. Например, острый носок. Маленький каблучок. Они могут быть джинсовые, могут быть бордовые. Очень актуально, очень популярно. Раньше, наверное, лет 10 назад все фукали ужасная обувь, ужасная обувь. А сейчас все просто поголовно одевают их. Знаете, такие небольшие туфельки с острым носком, как одевала, не знаю, наверное, ваша мама, моя мама. Не знаю, одевала или нет. Но вот раньше во всех фильмах, выглядит, была эта обувь. И сейчас она опять возвращается. Например, под штаны палаца, мне кажется, выглядит очень классно. И вообще в этом году большой взрыв на каблук. Большой взрыв на именно сам формат женственности. То есть на каблуке оба будет безумно популярны. Также это балетки. Вы, наверное, видели новую модель в Миу-Миу. Всех раскупают. Безумно хотят. В розовом цвете. Также есть в Манго сейчас красные новые балетки. И с камнями тоже были балетки. Не знаю, насколько практичны эти балетки, потому что они атласные. У нас асфальт не самый чистый, давайте признаем. И мне кажется, этот атлас очень быстро испортится. Но если вы, например, из машины вышли в помещение, то мне кажется, очень интересная деталь к образу. Также это обувь Мэри Джейн. Вы, наверное, видели в Манго. У них есть лаковые такие. Мне очень нравится. Очень сильно хочу. Но у нас их все раскупили. Это бордовые. Это могут быть черные. И мне нравится, когда у них спереди две застепки есть. Очень классные. И на небольшом каблучке. Очень выглядит красиво. И я прям фанатею. Если я где-то найду их, я их куплю. Также то, о чем я говорила. Леопардовая обувь тоже будет актуально. Это какие-то туфельки. Те же Мэри Джейн очень красиво будут. И также, мне кажется, я видела Adidas Sambo в леопардово плите. Мне кажется, я их видела и выглядело очень стильно. Также популярный Adidas Sambo. Все блогеры уже скупили все цвета. Есть также у них в леопардовом принте, что тоже очень популярно. Есть в бордовом. То есть, очень много моделей этих Adidas Sambo. Я к ним равнодушна, если честно. Не моя эта обувь, к сожалению. Или к счастью. Вот. Но многие сейчас купают. Многие покупают под джинсы. И все фанатеют от Adidas Sambo. Поэтому, если ты хочешь кедой и быть популярным, еще, наверное, год-три точно не будут популярны. Покупай Adidas Sambo. У меня, кстати, были Adidas Sambo. Вот. В желтом цвете. Но я их продала, потому что мне они не нравились. Это было года три назад. Не знаю, почему. Мне нравятся Converse. Люблю Converse. Дальше я выделила кофты. Я написала тут всего лишь две позиции. Это кардиганы. Кардиганы такие серые. Сейчас очень моден кардиган от Zara. Такой серый. Он спокойный. Простой классический кардиган. Не объемный. Не... Знаете, раньше были сильно акцентные, сильно большие кардиганы. С какими-то там большими деталями. Сейчас просто обычный базовый серый кардиган. Очень моден. И также эти кофты с открытыми плечами. А все остальное это база. То есть обычные футболки, обычные топы. То есть нету какого-то такого прям тренда в кофтах. Но вот эти две категории я выделила. Потому что часто встречаются в образах в соцсетях. Следующая категория это колготки и гольфы. Да, мы не осушились колготки. Ажурные колготки с разными рисунками. Яркие, белые, темные, черные просто, коричневые, красные, оранжевые. Любые. Главное, чтобы они были ажурные с каким-то рисунком. Яркие, акцентные. Давно такого тренда не было. То есть были колготки, знаете, и сейчас красный тренд. А сейчас еще и ажурные. То есть ажурные прям на пике-пике. И одевают часто с мини, либо миди, либо макси юбкой. Но так, чтобы они были видны. Чтобы они красиво выглядывали. Либо прям были акцентными в образе. И также популярны это гольфы. Капроновые, либо просто катоновые гольфы. Мне, например, нравится в сером мухе, когда одевают мини-серую юбку и одевают свитер бордовый и серые гольфы. Выглядит прям очень четко, очень красиво. Следующий пункт это джинсы и штаны. Хочу небольшое предисловие сказать. Сейчас модно то, что тебе идет. То есть если вам идут джинсы прямые. Если вам идут джинсы mom. Если вам идут широкие джинсы. Если вам идут штаны просто классические. Либо штаны узкие. Одевайте то, что вам удобно и комфортно. Сейчас нет каких-то ограничений, рамок. Или, знаете, не одевайте это, не одевайте то. В джинсах одевайте то, что вам нравится. Но есть какие-то небольшие микротренды. Например, тренд на классические штаны в стиле old money. Когда вы одеваете еще поясок коричневый и черный. И такие, знаете, они обычно в молочном цвете, в белом цвете. Можно, конечно, в черном одеть. Все, можно. Но вот в молочном и белом чаще всего их вижу. Если говорить про посадку. Сейчас модно низкая. Либо средняя посадка, ультравысокая, либо высокая. Немножко отходит. Но я лично любитель средне-высокой посадки. Поэтому все равно буду выбирать ее. Потому что моему типу фигуры она больше идет. Мне низкая посадка вообще не идет. Поэтому я ее не покупаю. Но если вам фигура позволяет, вам нравится, то вы будете модницей из модниц. Дальше это широкие джинсы. Потертые джинсы. Знаете, они должны быть как будто вы их взяли в секонде. Либо украли у бомжа. Они должны быть на средне-низкой посадке. Широкие. С небольшим таким потоном зелено-желтого цвета. Мне не очень нравятся эти штаны и джинсы. Потому что под них нужно одеть какой-то топ, либо кофту с таким же подтекстом. То есть она должна быть немножко рваная, либо с какими-то камнями. То есть должен быть поддержан стиль. И мне не сильно идут такие кофты, и не сильно идут такие джинсы. Поэтому... Часто вижу уже на улицах блогерш, которые выходят в таких джинсах. И им очень сильно идут. Они одевают под бомбер, они одевают под жилетки, они подевают под худи. То есть или просто как топы. Вот. Но если брать такой стиль, то вот такие вот, знаешь, немножко бомж-стиль. Очень сейчас актуален. И также прямые джинсы. Большинство людей идут прямые джинсы. Если выбирать именно модель актуальных джинсов, то это будут прямые, не широкие. А просто прямые джинсы, которые хорошо будут сидеть на вас. К ним нет никаких претензий. Они просто будут дополнять образ. И хорошо смотреться с любым пиджаком, худи, штанами, топами. С чем хотите. Вот. Если выбирать между широкими и прямыми, то лучше выбрать прямые, либо широкие в бомж-стиле. Вот. Чтобы быть прям модной-модной. Это видео подходит к концу. Я рассказала про все тренды, которые я знаю, которые интересны. Вот. Это ваше дело покупать, не покупать, следовать трендам или не следовать. Но если вы хотите привнести в свой гардероб что-то новенькое, что-то необычное. Либо немножко разобрать свой старый гардероб и внести какие-то новые ультрамодные, ультра-трендовые вещи. То можете прислушаться к моим советам. Вот. И до встречи в новом видео. Люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok